Добрый день, уважаемые гости и подписчики моего канала. Большинство популярных комнатных драцен родом из тропических районов Африки. Листья у драцены размещаются на длинном стебле, который с годами превращается в древесную ткань. Комнатный цветок с виду, вот смотрите, похож на небольшую пальму. Он будет прекрасно оживлять интерьер в любой комнате. Метелки у него пушистые и длин и высота общая растения примерно 60-80 см. Хотя при должном уходе драцена может вырасти и гораздо выше, до 2-3 метров, но в комнатных условиях в основном выращивают те виды драцены, которые не превышают 1 метра. Драцены относятся к многочисленному семейству спаржевые и выделяются в отдельный вид, который насчитывает чуть больше 100 видов. У меня здесь пальма драцена. Драцену называют ложной пальмой за ее внешний вид. Драцена маргината окаймленная. А в домашнем комнатном цветоводстве выращивают также и драцену канарскую, годсифа душистую, отогнутую, сандера даремскую. Выбирать драцену нужно по своему вкусу и для каких целей ее использовать. Здесь одна листва, бывают драцены с другой окраской листьев. Драцены у себя на родине в своем большинстве растут на богатых органикой, хорошо дренированных и воздухонепроницаемых почвах. Для драцены подойдет любой, в принципе, грунт для декоративно-лиственных растений, если добавить к нему перлит, вермикулит, а также речной песок. Больше они любят почву с кислой и слабокислой реакцией. Оптимальный вариант я не заморачиваюсь с составлением своего грунта, а покупаю специальный субстрат для драцен и пальм. Самый лучший вот такой вот субстрат. Здесь написано для пальм, фикусов, юки и драцены. Он специально подобран здесь в состав макро- и микроэлементов. Питательный. Это полностью готовые к применению торфогрунт, в составе которого есть все необходимые макро- и микроэлементы, а также 30% органического вещества, так указано на упаковке. После пересадки драцены в новый грунт ее можно не подкармливать в течение двух месяцев, так как производитель указал, что на этот срок растению вполне хватит питания для нормального развития. В осенне-зимний период подкармливать один раз в месяц, весной и летом два раза. Спасибо за внимание!